У кого больше духа, тот и победит в этом противостоянии. И вот что-то мне подсказывает, что духа у вас может оказаться меньше, чем у бойцов Пригожина. Во всяком случае, мы бы хотели узнать, кто из вас более духовитий, кто более смелее. Кстати говоря, Пригожин тоже ответил, Пригожин, точнее, прокомментировал то, что ответил. Пригожин прокомментировал этот конфликт, сказал, что конфликт, в общем-то, улажен. И улажен он телефонным звонком Рамзана Кадырова. Этот конфликт вышел вообще на какой-то новый уровень на этой неделе. Вообще, если посмотреть, как развивались отношения Кадырова с Пригожиным, то это вообще отдельная какая-то занимательная история. Сначала Кадыров просто грубым каким-то таким, как этих называют, забыл это слово, гопническим каким-то сленгом наезжал на генерала Министерства обороны. И Пригожин поддерживал Кадырова, называл его братом. Кадыров в ответ называл братом Пригожина. Пригожин приезжал к нему в гости Кадырова. Они там вместе фотографировались, обнимались. В общем, в лучшем таких традициях кадыровских у них были отношения. У них же там все у Кадырова братья. Потом, когда Пригожин начал наезжать на Министерство обороны, причем уже не на каких-то там генералов, возглавляющих какие-то направления в Украине, а на руководство Министерства обороны, на Шойгуина Герасимова, Кадыров вдруг выступил уже на стороне Минобороны и стал критиковать Пригожина. Сначала он это стал делать в какой-то легкой форме, называя Пригожина братом, мол, не нужно так себя вести, брат, если даже вы выйдете там из Бахмута, мы туда придем. Сначала было так. Потом буквально на следующий день он уже выдал более такое жесткое обращение в адрес Пригожина. И, в общем, на этой неделе была такая эпопея, эпогей этого противостояния. Значит, кадыровские приближенные люди, Адам Делимханов, Аптий Алаудинов, Магомед Иудов, они, значит, выступили с жесткой такой, опять-таки, гопнической такой критикой в адрес Пригожина. Вот давайте посмотрим, что говорили эти люди. Я могу сказать, что моим бойцам, если предложить перейти в Чувака, Вагнера или в любое другое подразделение, мои тоже бойцы выскажутся в матерщинной форме. Другой вопрос. Если кто-то хочет это сказать мне в лицо, в матерщинной форме пусть не скажет в лицо. А тогда я скажу место и время и будем разбираться. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где что, когда увидимся. Как говорил Антон Ахматович, и мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Насчет твоих высказываний, как мы уже сказали, локацию скинь в любое время, в любом месте, как мужчина-мужчина, и мы встретимся. В общем, где ты, просто скинь свой адрес, скажи, где ты находишься, мы приедем, по-мужски там с тобой разберемся. На все вот эти, значит, гопнические вызовы от людей, приближенных к Кадырову, естественно, начали отвечать люди, приближенные к Пригожину. Пригожин тоже вот эту вот субординацию с Кадыровым выдерживает. Он, если обращаются какие-то приближенные к Кадырову, то им отвечает не Пригожин, естественно, а отвечают какие-то Пригожинские приближенные. Самому Кадырову отвечает уже сам Пригожин. Короче, ну, это, в общем, такой этикет, видимо, в этих кругах. Короче, значит, этим товарищам начали отвечать всякие командиры Вагнера. Один, например, постом ответил иудовую. И, кстати, очень интересный момент был там, где он сказал, если вы хотите встретиться, никаких проблем, тем более, что мы друг друга знаем еще с Первой и Второй войны в Чечне. Это очень интересный момент, иудов. Надо бы тебе прокомментировать, откуда вы знаете друг друга с Первой и Второй войны. Ты когда со мной беседовал, ты говорил, что ты вообще пацаном был в Первую войну. В общем, интересно, как ты с ним там познакомился, где вы пересеклись. Может быть, ты уже тогда работал на этих людей. Короче, еще один какой-то другой Пригожинский командир давал интервью военкорам. И, значит, прокомментировал тот военкор, спросил его по поводу слов Адама Дилимханова. И вот этот вот командир чувака Вагнер с позывным Ратибор. Значит, вот что он сказал, давайте посмотрим. Вы слышали обращение Адама Дилимханова Пригожина? Еще раз, подожди. Кого обращение еще? Адама Дилимханова. А кто это? Это депутат в Госдуме, представитель Чечни. Слушай, у меня нет времени на тиктоки, на интернет и прочее. Мы, как бы, ну, такими вещами не занимаемся. В общем, Ратибор постебался над кадыровскими вояками, назвал его тиктокером. То есть, я, говорит, не интересуюсь тиктоком, интернетом. Настолько он их не уважает, в общем, в упор не видит. Его спрашивают про Дилимханова, он говорит, а кто это такой? Ну, это вот депутат Госдумы, и он сразу понимает, ага, кадыровский человек, значит, что? А значит, тикток, значит, выпендривание на камеру, никакой серьезной войны, ни о чем речи быть не может. То есть, он понимает, как у него ассоциируется. То есть, он хоть и попытался как-то политкорректно высказаться, но в его этом ответе, все его отношение, все его мнение о кадырове и о его вояках, оно прямо вот на поверхности. Он говорит, как только он понимает, о ком идет речь, его первая ассоциация, это видео, это тикток, это интернет. Не война, не взятие каких-то позиций, там, городов украинских, понимаете? Не Мариуполь, который вот, когда не спросишь этих кадыровских вояк, они постоянно Мариуполь, мы там что-то Мариуполь взяли. Но у этого вагнеровского командира ассоциация не с Мариуполем. То есть, у него, понимаете, при вот этих вот кадыровских, упоминаниях кадыровских фамилий, у него в голове возникает не Мариуполь, не позиции, не война, а тикток, интернет, болтовня. И, в общем, он сразу это выдает, он говорит, типа, мне некогда, я воюю, мне некогда смотреть тиктоки, интернет и так далее. Но это все, конечно, хорошо, забавно, занятно наблюдать за этими петушиными боями. Однако, я сразу, у меня в голове всплыло видео моего дружка, моего бро Ченгиза Ахмадова. Иллюзионист как-то раз, комментируя противостояние Анзора Масхадова с Мусой Ламаевым, записал видео, в котором сказал следующее. А если вы оба мужчины, то почему в конце концов вы не встретитесь в реалии и не разберетесь, кто мужчина, а кто нет? Ну, между собой хотя бы разберитесь, мы-то уже все про вас поняли. Вот эти вот слова, сказанные в адрес Анзора и Мусы Ламаева Ченгизом, мне кажется, они очень уместны вот в этой ситуации, в ситуации этого петушиного противостояния кадыровцев с пригожинцами. Вот если вы оба мужчины, да, как ты говоришь, Ченгиз Ахмадов, обратись, пожалуйста, с этим же обращением вот к этим товарищам. Скажи, если вы все такие мужчины, забиваете друг другу стрелки, что-то там записываете, одни обзывают одних, не уважают других и так далее. Зачем? Встретитесь уже в конце концов, вы же все находитесь там, вроде бы все вы там на позициях, кого не спросишь, эти воюют, те воюют, те берут Бахмут, эти брали чуть ли там весь Донбасс. Ну, встретитесь вы, в конце концов, зачем вы вот эти записываете, эти видео, эти обращения, для чего все это? Почему, когда то же самое делают здесь в Европе, не воины абсолютно, блогеры, блогеры, они вообще, это их как бы деятельность, говорить на камеру, мы этим и занимаемся, то есть мы не должны выяснять никаких отношений, с кем-то встречаться, бить друг другу морды, или воевать друг с другом. Нет, мы этого делать не должны, но вы нас призываете это делать. Но вот те люди, которые реально должны это делать, которые называют себя воинами, у которых реально на руках оружие, есть все благоприятные условия для того, чтобы это оружие применить, в том числе и против друг друга. Вы все находитесь в зоне боевых действий, зоне СВО, как вы его называете. Что же вам мешает встретиться и разобраться по-мужски? Наверное, я знаю, что мешает вам, вашей стороне, про Пригожина их не знаю, вот вашей стороне, стороне Кадыровской, мешает, скорее всего, 50-тысячная армия Пригожина, да? Вагдар – это же огромная боевая единица. Это ведь не просто какие-то там тиктокеры или молодые подростки, записавшие очередной ролик с оскорблением Кадырова. Не так просто ведь их достать и заставить извиняться на камеру, не правда ли? Пригожин – это такой чувак, который может приехать реально на стрелку со своими отморозками. И у него этих отморозков в разы больше, чем у вас. То есть, численный перевес явно на его стороне. И боевая мощь его группировки, она тоже, в принципе, очень такая нехилая. Хотя, я думаю, что в ваших разборках, в принципе, там же не будет какого-то применения тяжелой техники, ничего такого не будет. Там будет сражение на автоматическом таком оружии, и это будет сражение духа. То есть, у кого больше духа, тот и победит в этом противостоянии. И вот что-то мне подсказывает, что духа у вас может оказаться меньше, чем у бойцов Пригожина. Во всяком случае, мы бы хотели узнать, кто из вас более духовитий, кто более смелее. Если бы вы реально встретились и показали бы нам, нам и всему миру, вместо того, чтобы записывать вот эти вот видео. Я повторюсь, забавно за всем этим наблюдать. Мы не против. Мы, конечно же, посмотрим, посмеемся за всеми этими вашими выступлениями. Но все-таки результат был бы гораздо интереснее. В общем, обратите внимание на то, что сказал вам Ченгиз Ахмадов. И, пожалуйста, дайте нам красивое зрелище. Покажите, как вы можете разбираться друг с другом. Тем более, сейчас, кстати, ваши ряды, ваши кадыровские ряды, укрепил такой очень серьезный, очень серьезная боевая единица в виде Хусейна Джамбетова. Человек, который прошел огонь и воду, его подготавливали натовские войска в Украине. Он целый год там, можно сказать, тренировался, практиковался, приехал к вам. Используйте его против Пригожина. Отправьте, дайте ему какую-нибудь бригаду, отряд, спецотряд. Пусть покажет себя. Пусть покажет, насколько он смелый парень. Короче, ждем ваших разборок. Кстати говоря, Пригожин тоже ответил, Пригожин, точнее, прокомментировал то, что ответил. Пригожин прокомментировал этот конфликт, сказал, что конфликт, в общем-то, улажен. И улажен он телефонным звонком Рамзана Кадырова. Запись достаточно длинная, мы ее всю прослушать не сможем, но давайте вот чуть-чуть. Эти заявления, а первое заявление прозвучало в 3 часа ночи от Делимханова. Конфликт улажен. И, собственно говоря, я пообщался в тот же день, мне позвонил Рамзан, мы с ним поговорили и договорились о том, что спускаем эту всю историю на тормоза. Значит, в чем я вижу суть проблемы? Короче, дальше, в принципе, идет уже рассуждение Пригожина. И в этом рассуждении он, в принципе, говорит то же самое, что и я. Причина, Рамзан понял, к чему это может привести, поэтому он решил вопрос уладить. Но со всякими тиктокерами, людьми, записавшими видео, Рамзан бы не захотел этот вопрос спустить на тормозах. С Пригожиным он решает спустить, ну, значит, есть на то веские основания. Короче, как бы там ни было, я, конечно же, убежден в том, что человек в 99-м, 2000-м году в одиночку напугавший полторы тысячи муджаидов, в Чечне просто приехавший туда, завязав мину к себе на пояс, вышел, выйдя из машины, значит, заняв какую-то позицию, как он объяснял, позиция, которая, такая хорошая, место такое было для позиции, он его занял, вышел, и представляете, вот полторы тысячи человек стоят, он выходит, с ним несколько человек, у него мина, он выходит с автоматом, и говорит, где там этот, говорит, Радуев, Радуев, там, Ибадулла, где, говорит, давай быстро вызывайте, потом те в панике выбегают, видимо, видимо в этом доме сидит Радуев, там какие-то такие серьезные, такие люди сидят, от Киреев, и туда, видимо, кто-то заходит, и говорит, Рамзан, говорит, приехал Рамзан, и они такие в панике, как, что, Рамзан, выйдите кто-нибудь, скажите, поговорите с ним, и вот выходит этот, и вот выходит Кадырова, и Кадырова говорит, я вам даю, говорит, час времени, если вы, говорит, отсюда все сейчас не уберетесь, через час я вас всех здесь уничтожу, и тот говорит, да, конечно, Рамзан, ты сказал, твое слово, как бы, закон, все, он уезжает, и через час они все просто в ужасе каком-то оттуда сваливают, вот я, но я не думаю, что человек, который вот так вот мог напугать полторы тысячи человек, что он испугается пригоженность его пятидесятью тысячами бойцов, имея, тем более, Рамзан имеет сейчас порядка, там, двадцати тысяч, по-моему, да, контингент Росгвардии и МВД в Кадыровской Чечне составляет, по-моему, порядка двадцати тысяч, по крайней мере, был несколько лет назад, не знаю, может быть, сейчас еще увеличился, но я не думаю, что, имея такие возможности, Кадыров испугается пригожина, поэтому здесь, наверное, есть какая-то другая причина, Кадыровская, и всего, наверное, не хочет просто обострять эту ситуацию, но если Пригожин не успокоится, то Кадыров вынужден будет повязать эту мину на пояс, она у него, точнее, он ее не повязывает, он ее всегда выравнивает, в его рассказах он всегда говорит, то есть она у него как-то постоянно, она неправильно, видимо, как-то у него привязана, он ее постоянно выравнивает, вот я думаю, что если Пригожин не успокоится, то Кадырову придется эту мину у себя на поясе выровнять и поехать на Донбасс, кстати говоря, про поехать на Донбасс, я все это время все жду и жду, вот сейчас, сейчас появятся какие-то ролики, Кадыров, его там, сыновья, его ближайшие родственники, они на передовой, в окопах, где-то, значит, наконец-таки пойдут на Киев, потому что Кадыров еще до начала этой операции говорил, что готов взять Киев, когда началась операция, говорил, что все уже вот-вот возьмет Киев, в общем, мы все ждем, 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 но видим мы всевозможные видео с Дубая, его дети катаются там на дорогих автомобилях, что-то гуляют, веселятся, занимаются шопингом, отовариваются в каких-то дорогих бутиках Дубая, это все, конечно, классно, я вообще не против, я не против того, чтобы вы хорошо одевались, чтобы вы хорошо ели, этот хорошо бы вы выглядели, хотя, свыглядели, конечно, да, тут что не покупай, что не делай, свыглядели, не получается, но будем надеяться, да, что есть куда стремиться, но мы все ждем, что вы, наконец-таки, значит, в этом, в этой хорошей одежде, на этих хороших машинах, с хорошим оружием в руках, отправитесь на передовую, наконец, покажите этим бандеровцам, где раки зимуют, наконец, пойдете на Киев, возьмете этот Киев, плените Зеленского, если он не успеет оттуда убежать, покажите всему миру, как вы наказываете нацизм, но мы постоянно видим одно и то же, Кадыров и его приближенные гуляют, отовариваются, какие-то кадыровские бедняки, терпят все эти трудности на передовой, почему-то мы не видим там, мы не видим там Иудова, Делимханова, Кадырова, его племянников, его детей, мы никого не видим, видим только, да, вы там можете поехать, что-то посниматься, уехать, единственный, кто оттуда периодически у вас записывает видео, это Алаудинов, но опять-таки, Алаудинов, мы ни разу не видели его там, ни в окопах, нигде, то есть, пора уже своим примером показать, я думаю, если бы вы приехали, и если бы украинская сторона увидела вас, на той стороне сражающихся против них, я думаю, они бы все испугались, они бы капитулировали, закончите наконец эту войну, отправьтесь на передовую. Субтитры сделал DimaTorzok